А перед началом данного видеоролика советую подписаться на канал КастБлог. На этом канале вы найдёте видео по FIFA 17, карьеру за Ливерпуль, а также, ребята, карьеру за Лестер. Видео выходит каждый день и в хорошем качестве. Очень качественный контент, хороший голос и дикция. Я уже давно подписан и вам советую. Ссылочка будет в описании. А также я оставлю ссылку в описании на лучший ролик, по моему мнению. Всем здарова, народ! С вами снова я, Вадим Джокер, канал ProfitVision. И мы сегодня, ребят, продолжаем карьеру за Боруссио Дортмунд. Ну что ж, ребята, я немножко опять же изменил состав. Кстати, да, почему я не сохранил, я не знаю. Но, в общем, у меня теперь справа будет играть опять Дембеле. Я решил, что верну его в состав. И до прихода таинственного игрока осталось, в общем, полсезона. Я, наверное, оставлю эти 6 миллионов на потом. И потом мы возьмем того самого таинственного игрока, которому не дают играть. И я скажу сразу, это прошлый игрок этого клуба. Так что, ребят, гадайте в комментариях. Ну а мы, ребят, продолжаем. Сегодня также уходят Роды в опорную зону вместе с Бендером. И я не знаю, что из этого выйдет. Так что давайте начнем играть, пожалуй. Пожалуй, пожалуй, начнем играть, ребят. Боруссия Дортмунд, Боруссия Мюнхен Глагбух. Ох, ребята, сегодня будет битва. Да и не только битва. Просто в последнее время много кто из вас, ребят, пишет, что Неймар это неоправданная покупка. Да и хейтериаты вовсе. Да, тяжело приходится. Вот так вот выглядит таблица. Господа и дамы. Мы идем на первом месте. Но это пока. У нас по-прежнему лучшая защита. Пропущено 6 мячей. В отличие от Баварии, это хорошо. И вот состав Боруссии на ваших экранах. На воротах сегодня Бюрке. В следующем матче я обещаю, что выпущу молодого вратаря. Ну да, еще раз отмечу, что Днебеле сегодня выходит на право. И вот состав Боруссии Мюнхен Глагбух. Ребятки, но здесь, наверное, я скажу одно, что они нацелены сегодня на атаку. Да. Будет тяжело. Тем более, что большинство футболистов сосредоточены именно в атакующей зоне. Так что, ребята, давайте начнем. И я надеюсь, что нас ждет сегодня победа. Никак не меньше. Ой-ой-ой, господа. Тяжело, тяжело. Абамиянг. Роле. Кагава. Днебеле. Ох, какой хороший удар, но вратарь все видел. Да, Днебеле отлично открылся и пробил, но вратарь тут, конечно, выше всяких похвал сыграл. Белерин. Ну и давайте прострелим, пожалуй. Ой, отличный прострел и вратарь. А кто же еще может спасать сегодня эту команду? Да, да. Днебеле. Днебеле может сделать навес. Отличный навес получается. Абамиянг. 1-0. С передачи Днебеле забивает Абамиянг. О. Ну, ребят, это, наверное, самый тяжелый гол. Мы не могли забить на протяжении 180 минут, даже больше. Плюс еще эти 43. Ребят, 133 минуты мы не могли забить. Вот это, да. Давайте выпустим на вторую половину Мора. Ребят, ребят, давайте попробуем. Может быть, правда заиграет этот парень на этом фланге. Бендер. Отличная передача на Абамиянга. Ну, ну, ну. Аккуратней. Бендер. Бендер бьет. Острый угол, господа. Навес на ближнюю штангу. Перевод какой. Гол? Нет, не было гола. Неймар делает навес. Опять же на ближнюю. Ну-ка, ну-ка, кто там откроется? И игрок спасает. Ближняя штанга снова. И сейчас просто выбивают подальше. Отлично. Ребята. Просто отлично прошли. Ой-ой-ой, как Неймар делает. Ух. Как он прошел сейчас, а? Это просто самый топовый, самый топовый проход, ребят. Рот. Неймар. Великолепно. И. Ой-ой-ой. Неймар. Один. Ребят, все, выход один на один. Удар и гол. 2-0. Да. Да, Неймар доказал, что он вернулся. Посмотрите, какой выход получился. И, ребят, посмотрите, какой точный удар в угол. Ребят, в итоге матч заканчивается с счетом 2-0. Отличный матч провели наши игроки. Защита, атака были сегодня просто на высоте. Также и ползащита отработала на все 100%. И вот такие вот оценочки получили наши игроки. В итоге по тренировкам Мор прокачался до рейтинга 68. Ну что ж, агент не нашел никого топовых. Я всем отказываю, ребят. Просто реально. Топовых никого. Единственный, кто самый нормальный из этих всех вратарей, это Ван Дамм. Вот это да. Классная фамилия. Я только ради одной фамилии его подпишу. Но остальные, конечно же, не устраивают меня. Никак. Ну и до этого я, ребят, подписал Райса из молодежки. И Гросса. И вот еще нескольких игроков. Ребята. В общем, Вайгель стал рейтингом 82. Белерин рейтингом 81. И, конечно, все прокачиваются. И я считаю, что Вайгель прибавляет с каждым днем. И сейчас у меня стоит дилемма большая. Мне нужно избавиться от лишних игроков. Скорее всего, лишние игроки, это, конечно, игроки полузащиты. Их реально дофига у меня получается. Выбор будет, наверное, стоять у меня между несколькими игроками. Так как у меня в основе есть и Кастры, и Вайгель, и Роды, и Бендер, который может играть что защитника, что порника. Также у меня в полузащите может играть и другие игроки молодые. Не знаю. Большинство, конечно же, я дам в аренду. Если логично думать, то это будет очень даже правильно. Я их всех, считай, выставил на в аренду. Рамос выставил на продажу. Но пока никому они не нужны. Гектор Белерин стал главной целью Байера 0-4. Но мы не продаем сейчас никого. Нам нужны все игроки. Так что извините, но я устанавливаю запрет на продажу Белерина. Этот игрок очень важен для нашего клуба. Парк Джиху хотят купить. Я продам его, потому что этот игрок вообще не играет у нас. Очень тяжело, наверное, ему находиться в составе и не играть. Так что я, ребята, продаю его. Пускай хотя бы игровую практику получит. Ну и Бавария хочет купить у нас Сократиса. Я считаю, что это просто, ребят, наглость. Скупают каждого нашего игрока. Запрет. Запрет. Мор просто растет на глазах. Создание моментов он выполнил на... Отлично. Просто... Просто обожаю этого игрока. И в итоге по симуляции мы, ребят, сыграли 1-1. Конечно, стоило, наверное, самым сыграть. Хотят у нас пищика купить. Я, наверное, ребят, его продам. Но он недоволен. Мы не даем ему практику. Почему бы не продать его в другой клуб? Да, Вайгель говорит, что провел хороший матч. Возможно. Возможно. Так, предложение по Шмельцеру пришло. Судя по всему, он счастлив. Но... Не-не, ребят. Это... Не знаю. Шмельцер. Ну, хотя, в пассажире самое то будет его продать. Не конкурент, ничего. Пока. Давайте 15700. И самое то будет. Может быть, получится купить того, про кого сейчас я думаю. Да, кстати, посмотрите. Проданы игроки. И самое то. Возможно, мы сейчас сможем, ребят, заполучить этого игрока. Есть. Пассажире решили, что все-таки он стоит тех денег. И сейчас я попробую. Да, все. Мы получили эту сумму. И что там по сумме в итоге? 31 миллион. Не знаю, получится ли или нет. Сейчас узнаем. Майнс идет на 12-й строчке. Почему бы нам не просимулировать этот матч? Ведь правда. И заодно после этого матча я узнаю, получилось ли у меня подписать этого таинственного игрока или не получилось. Так что делайте ваши ставки. В итоге мы победили 2-1. В итоге, ребят, у меня ничего не получилось купить, к сожалению. Там, в общем, денег не хватило. Но я вас уверяю, что в конце сезона мы, ребята, сможем его купить. И деньги будут. И в начале следующего, возможно, тоже купим. В начале следующего, да, там как раз трансферное окно. Купим его обязательно. И это секретный игрок. Может быть, кто-то из вас уже угадал в комментариях. И это круто, если кто-то из вас угадал. Но этот игрок все равно вернется в нашу команду. Я верю. Я верю в эту возможность. Тем более, что в своем клубе он не получает вообще практики. Ну и вот они, самые главные сделки января. Но, как вы видите, Бавария купила Хименеса. О, Лукак перешел в Манчестер Юнайт. Все подряд туда переходят. Кагаву мы не будем продавать, хоть он и встревожен. Ребят, ну, правда. Кагава нам важен. И вот она еще одна главная сделка января. Это Луказет переходит в Челси. Ух ты, а Хорн-то, оказывается, тоже неплох. 82-94. И растет, растет парнишка. Ну, а матч с Ляпсигом мы сыграем, ребята. Но матч с Ляпсигом мы симулируем. 3-1 победа Баруси. Очередная отличная работа Мора. В итоге уже рейтинг у него 70. За серию прибавил плюс 3 к рейтингу. Круто. Ну что ж, ребят. Как обещал. Сейчас поставлю на ворота нашего молодого вратаря. И начнем матч. Фу, будет тяжелый матч. И, кстати, Обумьянг прокачался до рейтинга 87. Без тренировок, просто играем. Матч в кубке. Тяжелый матч против Байера. Ребята, будет жарко. Да. Борусио-Дортмунд-Байер 0-4. Вот так вот выглядит турнирная сетка. Бавария прошла дальше. И нам нужно уже проходить. Финал кубка близок. Осталось всего два этапа. Сегодня фокус на Кагаве. Как ни странно. Два мяча в прошлом матче. Кагава молодец. Растет. Точнее, даже планку не опускает. И вот состав Борусио-Дортмунд на ваших экранах. Бонман сегодня получает место в основе. Так как я обещал и подписчикам, и своему составу. Решил выпустить его. Я надеюсь на защиту сегодня. Защита, надеюсь, реально ребята не подведет. Состав Байер 0-4. Лену. Здесь можно 100% отмечать. Отличный голкипер. Также Чаханаглу. Великолепный разыгрывающий. И Белорави. Просто наилучший фланговый игрок. Ну и мы начинаем. Димбеле, отлично. Давай же, Димбеле. Ооо. Восьмая минута и мы повели 1-0. Я чувствую, кому достанется премия Golden Boy. Конечно же, нашему Димбеле. Ну правда. Ребят. Свои 18 творит просто невероятное. Ну не знаю, что это за удар был. На что рассчитывали игроки Байера. Но наш уратарь на месте. Абаянг. Пассендер. Отличная скидка от Димбеле. И вот он момент. У Неймара. 25-я минута. Счет 2-0. Ну, здесь уже нужно все-таки что-то делать Байеру. Ну правда. Посмотрите, здесь какая череда отскоков получилась. Классная передача от Димбеле. Заблокировал удар четвертый номер. И в итоге мяч отлетел точно на ногу Неймару. Который спокойно тыкнул что ли его в угол. Димбеле делает закрутку. Что такое было Димбеле? Вот это удар. Я что-то немножко прифигел, ребят. Даже вратарь не ожидал такого. Да кто ожидал-то вообще? Вот так вот я тоже кричу. Вот это да. Невероятно. А, он и так левша. Так у него еще слабая нога была бы 5 звезд. В общем понятно, как он зарядил так с левой. Великолепный первый тайм говорит о том, что можно дать дорогу молодым. И почему бы сейчас не выпустить Мора в на ФРВ. Мирина в центр, чтобы разыгрывал. Я думаю, что эти ребята достойны, чтобы выйти сейчас и поиграть. Ну а мы, ребята, продолжаем этот матч. Ой-ой-ой. А это, наверное, самая серьезная проверка нашего молодого голкипера. На вес. Ну, хорошо справляется. И вот сейчас есть момент у Мора. Ну что, Мор? Прокинешь и добежишь? Скорость-то неплохая. И... Ой, как прошел хорошо. И удар-то вроде бы отличный вышел. Удар... Ой, как залетело-то сейчас. Кто забил в итоге-то? А это сейчас, конечно, ошибка обороны. Мирина забил? Вот это да. Команда заиграла. Ну, блин, тут, по-моему, ошибка как раз вратаря. Ну, посмотрите. Летела в руки. А, нет, нет, нет. Тут не вратарь ошибся. А Хилберт. Вроде бы он. Ладно, уже плевать, кто где ошибся. Мы ведем 4-0. И я считаю, что это одна из самых лучших побед за всю карьеру. Удар! А это как-то залетело тоже. Не получилось отстоять у нашего вратаря на ноль. Тоже неожиданный удар. И какой красивый гол. Тяжеловато. Посмотрите, тут валялся наш Герейро. Травму получил. И... Ну... Не знаю. Конечно, на бум летело. Да, тяжело было дотянуться нашим вратарям. Белерин хорошо отобрал их. Ой, как сейчас Лена. Затащил, а. И сейчас как Мор подкат сделал. Ну, блин, не знаю. Там вроде не было никакого нарушения. Да, да. В итоге просто подкат был очень чист. Сократис ошибается. И вот выход 1-1. Штанга спасает сейчас нас. Но это победа. Победа и вполне заслуженная. Счет 4-1. Два красивейших гола залетело сегодня за встречу. Один с нашей стороны. Один со стороны Байера. И, конечно, Байер тоже старался. Байер тоже показывал хорошую игру. И мы проходим по ходу дальше. И против нас будет играть либо Майнс. Да, Майнс, скорее всего. Потому что тут же вроде бы нет жеребьевки. Если не ошибаюсь. Получили призовой фонд. Это миллион целый. Нифига. Итого прибыль составляет 133 миллиона. Да, хорошо мы зарабатываем. Очень даже хорошо. Ну что ж, ребята. На этом мы заканчиваем эту серию. Спасибо всем большое за просмотр. Спасибо за лайк. Спасибо, что помогаете видео расти. И огромное вам спасибо именно тем людям, которые делятся со своими друзьями этим видеороликом. Потому что вы просто не представляете, как вы помогаете каналу. Чем больше народу делится, тем больше хайп у видео. И вот один человек поделился. Поделился второй, третий и четвертый. В итоге о видео знает весь мир. Так что помогайте мне. Я буду помогать вам. И буду выпускать для вас ролики хорошего качества. Ладно. В общем, ребят, спасибо вам большое за все. С вами был Вадим Джокер. Всем удачи. И пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова